здравствуйте уважаемые телезрители наша сегодняшняя программа посвящена изучение истории эпидемии древности наш гость профессор лейла булат нужен сугурова руководитель центра палеогенетики института генетики и физиологии добрый день добрый день в последнее время в нашу повседневную жизнь входят очень много новых терминов которые требуют определенного объяснения потому что все таки словаре иногда бывает недоступные а иногда они так толкует что рядовой слушатель зритель не может это понять и так что такое патогены но патогены под древними патогенами или современными патогенами чаще всего понимают микроорганизмы или вирусы которые вызывают определенные заболевания в том числе термин патогены может употребляться и не для живых систем а для тех веществ которые оказывают губительное действие на организм когда люди изучают историю они обращают внимание на мирные договоры на взаимодействие культур на военные действия но только в последнее время стали обращать внимание на историю массовых заболеваний пандемии эпидемии прошлого вот допустим 14 середине 14 века на мир обрушилась черная смерть да в результате этой черной смерти погибло почти четверть населения европы а в евразии по некоторым оценкам погибло более ну до двухсот миллионов человек это огромное количество потому что численность населения того периода едва по моему достигала 1 миллиона но вот как возникают вот такие болезни как они передаются от человека человеку и как попадают в организм человек ну безусловно микроорганизмы они фактически и вирусы вирусы могут жить и размножаться только в живых клетках то есть в системах животных растений человек да микроорганизмы они составляют вот сейчас активно изучается тот же микробиом то есть около 3 килограммов микроорганизмов любой нормальный человек только в своем кишечнике носит они помогают ему жить есть но в случае когда попадают вредные штаммы когда с ними происходят мутации и не патогенные штаммы могут приобрести эту патогенность да или условно патогенные штаммы как в случае с чумой почвенная бактерия ирсиния туберкулезис которая превращается в патогенный штамм ерсиния пестис вызывающий чуму соответственно там условно патогенный штамм ерсиния пестис приобретает мутацию которая позволяет ему перед переноситься блохами и дальше блохи животных и переносится это вы знаете что эпидемии действительно массовые они могут выкосить реально много народу и последний наш пример коронавирусная инфекция да казалось бы с безобидного вируса начинающиеся по степени заразности она показала очень удивительные свойства и фактически три года все население планеты сохранялся от этого вируса и сказать что мы его победили до сейчас нельзя потому что он постоянно меняется и вы видите появляются новые штаммы которые может быть становятся более заразными но менее опасными для заболевания потому что это путь эволюции любого живого существа стремление выжить любой ценой но с точки зрения древних эпидемий безусловно мы знаем то что у нас сейчас происходит мы можем на по живым следам исследовать но бывшие эпидемии оставляют что за собой массы костных останков до захоронения в которых не делается отдельных могильников множественные скелеты где целыми семьями хоронят и понять причину от чего и когда это произошло какое событие могло спровоцировать вот развитие такой эпидемии как с точки зрения вопросов эволюции их днк этих микроорганизмов или вирусов так и с точки зрения социально-экономического общения там крыса с кораблем они перемещаются вот как то так когда говорят об эпидемиях чумы я вот просто читал некоторых исследованиях и популярных очерках говорилось о том что ну давайте себе представим степь монгольскую да в которой прежде всего расстояние огромное прежде всего расстояние огромное но происходит некий процесс в результате которого зараженные животные мелкие животные грызуны сурки попадают на стол у монголов потому что они питаются иногда сурками считается деликатесом он попадает в человеческий организм и постепенно происходит процесс передачи этой болезни от человека человека но ведь монгольская степь достаточно разреженная иногда может быть происходит просто локальная болезнь почему она вдруг становится эпидемии да что происходит такого что безусловно в том что для развития эпидемии необходимым условием является прежде всего скопление народа их общение и разрозненность нашего древнего населения на территории центральной евразийской степи да она конечно привела к тому что таких массовых заметных следов эпидемий мы здесь не находим огромных когда гибли сотни тысяч человек относительно той же чумы три основные эпидемии это первая юсти чума которая антонинова была в третьем веке да 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 потом была вот эпидемия черной смерти а юстинианская чума потом черная смерть и третье это бубонная чума это китай реально по своим характеристикам по характеру заражения людей по агрессивности этого заболевания то есть сколько людей остается в живых да но здесь идут разные характеристики и соответственно эти следы в геномах вот если поскольку европа сильно пострадала в во второй особенно эпидемии чумы очень много захоронений было и исследования по чуме они занимают одно из центральных мест в истории во первых древних миграций человечества во вторых вот истории эволюции микроорганизмов и вирус но оказалось так что с южной азии были были изучены варианты чумны были изучены западно да с востока запада но центральный центральный евразийский он остался не изученным с точки зрения а как осуществляли связи между с одной стороны континента на другой и что могло повлиять на развитие чумы вот мы нашей лаборатории палеогенетики мы по нескольким причинам начали исследование древних патогенов ну во первых потому что днк микроба или вирус она гораздо меньше чем днк человека к тому времени мы собрали большое количество объекта вот сейчас это 484 древних останков человека от периода и неолита до раннего средневековья и 100 представляют они 141 некрополь с территории как казахстана прилежащих территории россии и кыргызстана и в отношении вот этих эпидемичных вариантов у нас на данном этапе обнаружено два таких более-менее знаковых в мировом масштабе открытия первое это по гепатиту b и второе по чуме все таки историки больше внимания обращают на чуму частности 1346 году золотые ордынские войска осаждали кафу нынешнюю феодосию в крыму и есть свидетельство о том что осаждавшие при помощи камнеметов перебрасывали в город трупы мертвых и в результате этого город охватила эпидемия чумы бежавшие оттуда из этого города генуэсс развезли чуму уже по всей европе результат известен а вот меньше все таки гепатит b что это такое но на самом деле гепатит b это заболевание которое вы знаете b и c гепатит это общее и безусловно она также опасно но она и она также эпидемично в принципе как бы говорят что это болезнь немытых рук в принципе ну как и многие заболевания передающиеся через микробы и вирусы но что касается гепатита b его история интересна потому что самые первые образцы по моему еще в плейстоцене были найдены по истории вот этих находок у древних людей гепатита b были прослежены миграции из центральной америки в европу из европы обратно в америку и в наших образцах вот тех самых 360 к тому моменту у нас было образцов значит мы нашли гепатит b в двух местах центральном казахстане и на горном алтае вот берель культура гунг-синьби у них были найдены штаммы гепатита b и образец который характеризовал тасмолинскую культуры в центральном казахстане и территории алтая они показали что те штаммы которые в древности были они уже относятся к ветке так называемой д-ветки той которая родственно сейчас современным линиям заражающим это но в восточном казахстане наберели это уже несколько четыре индивида которые они показывали что это было своего рода небольшой такая массовая заражаемость этих людей значит их анализ показал что уже в то время были связи между европы они показывают происхождение из европы из европы на горный алтай да то есть гепатит шел из европу да из европы сюда да ну обычно говорят о борьбе нет есть там там вообще первоначально центральная америка как бы но вот эти волны их было несколько в результате того что действительно алтай и алтайская горная система была очень знаковым перекрестком миграционных путей то есть там встречалось много потоков людей с востока запада и это способствовало тому что они обменивались микроорганизмами и вирусами и возможно с товарами возможно на соотношениями но эти вирусы могли и микробы переходили по своей очаговости как бы если гепатит b задержался значит тогда были какие-то возможности предотвращать развитие эпидемии и возможно те традиции там трава лечения очень много жрецов да вы знаете там обитает возможно это просто не позволило распространяться то есть уже тогда люди принимали меры к тому чтобы ну предотвратить распространение литературе говорят о том что часто приходится встречать что над юртой вывешивался черный флаг это означало что в данном поселении есть больные инфекционные больные старались обходить вот один из примеров вот ну это недоказуемая вещь конечно да но это описание но это возможно это это вполне реальное предупреждение исходя действительно из таких обычаев наших которые показывают здесь больной человек что такое эпидемия видимо что такое массовый мор люди видимо знали но и как предохраняться они уже пытались изобрести эти методы но тем не менее вот роль горного алтая там не только в гепатит b понятно это очень много разных вариантов потому что мы проанализировали 48 самых опасных патогенов которые мы смотрели но вот самые знаковые находки там где найдены были изменения это были гепатит b и чума таким образом получается что контакты людей между собой они приводили не только движение культуры знаний технологии но и болезни да вот поэтому и шелковый путь нефритовый путь и другие торговые пути они были как бы путями движения эпидемии да вот смотрите тот факт что у нас на агбите центральный казахстан найден чумной штамм реально в сравнении со всеми общемировыми штаммами известными как у древних у современных мы показываем что вот в центральном казахстане это опять один индивид сакская элита но по составу своей днк это предшественник перехода то есть когда уже почвенная бактерия ирсиния псевдотуберкулезис стала превращаться из условно патогенного патогенный штамм и вот этот вот штамм после него добавилась еще одна маленькая мутация и возникла первая эпидемия чумы то есть вот за за этот период уже отсюда могла уйти предвестница первой эпидемии чумы в европу и там густонаселенном регионе здесь она не получила характер эпидемии в густонаселенном и в европе месте была первая эпидемия чумы то же самое 2 2 открытием мы был найден нами варианты штаммов которые являются предвестниками второй эпидемии чумы в европе но это уже не чисто казахстанский материал это нестрианское кладбище бурана и джигачи джигачи бурана в чуйской долине значит это кыргызстан вот там это кладбище нестрианское вы знаете что миссионеры которые проповедовали религию они подбирались со всех сторон к нашей степи и пытались как бы это делать не несколько волн но они нестрианское было очень достаточно хорошо распространено и некоторые даже тюркские монгольские племена они были нестрианские и вот там есть кладбище где сразу уже по надписям на камнях уже понятно что это была эпидемия во-первых в могилах были скелеты дети вместе со взрослыми во вторых даты точные смерти и эти даты показывали что там возможно была эпидемия есть такой славин социальный антрополог историк вот он предсказывал по материалам там кунсткамере мы эти материалы брали кунсткамере что возможно вот там может быть он дал нам такую хорошую подсказку посмотрите вот материалы с этого кладбища что там может быть варианты чумы потому что свидетельство эпидемии и действительно проанализировав эти образцы мы получили что предвестник второй эпидемии чумы черной смерти он тоже пришел вот отсюда с нашего региона но через нестрианцев то есть исторически возможно движение именно в европу отсюда черной смерти ну первая эпидемия чума антонина в третьего века она в общем то может быть несколько недооценена историками потому что массовая гибель людей она привела сразу к нескольким последствиям она задала толчок к падению римской империи во всяком западной римской империи вторжение воров и ослабленный рим не мог им сопротивляться и второе в результате чумы менялось мировоззрение людей и начинает побеждать христианство но во всяком случае два последствия сыграли очень большую роль в развитии дальнейшем развития европейской цивилизации но об этом есть письменные источники и многие свидетельства как вы говорили это ну густо заселенные регионы а вот мало заселенные регионы вот там проблема в том что мы как мы можем проследить ну допустим можем ли мы говорить о том что допустим чума 14 века эпидемии она сыграла свою роль в падении золотой орды распаде золотой орды сокращение численности населения вот подобных процессов был ли этот процесс таким интенсивным как в европе нет скорее всего нет именно вот потому что у нас нет таких прямых свидетельств того что здесь разыгрывалась большая эпидемия в это время то есть даже скажем тот же уже более поздние вещи как голодоморда он оставил больше свидетельств того что были многочисленные смерти и причина здесь не не инфекции с другой стороны если говорить о том что действительно вот этот район остался непонятным то есть осуществлялось какое но в силу вот мало населенности в силу того отсутствие действительно письменных свидетельств о том что и как вообще тут происходило только какие-то устные передачи из поколения в поколение но если вымирала семья то дальше мы уже не видим передачи этой устной информации именно в исследованиях тех реконструкций тех событий которые происходили на вот территории центральной евразийской степи могут помочь как раз изучение объектов найденных датированных тем временем да и генетика тут она играет большую роль но были более оседлые скажем популяции вот я на самом деле очень запомнила тоже кинколь это тоже чуйская долина саврома сармацкий период и видимо такое поселение вот у одного человека из 48 28 патогенов найдено причем самых опасных у другого 14 то есть я представляю реконструируя для себя образ жизни этих людей я чувствую что там было было все что называется потому что настолько те же время наши объекты другой даже в царской культуре они все-таки не характеризуются большим спектром патогенов берель я вам говорила как как пример что это более или менее но максимальное число патогенов у одного человека семь ну и это нельзя сравнить с кинколем но это здесь между семью и почти 50 но культура да культура существования либо способствует либо не способствует развитию заболеваний поэтому говорить что сильно там у чингисхан у нас пока нет этих доказательств мы не не найдены массовые могильники то есть прежде всего исследуя эпидемии вы должны смотреть на свидетельство того что есть множественные захоронения до массовые захоронения они больше часто встречаются или в китае ну или в европе и других государствах но все-таки есть упоминание летописях о смерти от болезни некоторых членов ханских семей но и так что такое чумашечки давайте вернемся на чем когда-то это безусловно как она возникает и как она передается вот есть говорю почвенная бактерия да которые сейчас есть и тогда было ерсиния псевдо туберкулезе и она могла вызвать заболевание только когда вы почву попадала к вам в организм непосредственно с этим и вдруг размножится но это бактерии не могла передаваться на большие расстояния то есть вот когда происходят мутации она может поселяться и переноситься с блохами тогда вот грузуны вот те же сурки вы говорили те же крысы да на кораблях они уже переносят их на большие расстояния вот скажем обсуждая виде разные штаммы с нашими немецкими коллегами когда мы собирали все сведения писали статью нас коллаборативные работы значит видя этот штамм вот центре казахстана и почти такой же штамм где-то пусть в европе центральной ты понимаешь вопрос то это переносчики кто и как мог перенести тогда не было самолетов пароходов соответственно рассматривались и птицы как переносчики возможно те же гуси лебеди их сезонные миграции то тоже могли способствовать не все еще свидетельства раскрыты вот маршруты по генетике но генетика дает хорошее подспорье того она наводит на мысли где искать это продолжение но мы говорим в большей степени о чуме гепатите но были ли еще другие страшные заболевания которые повлияли тот же сальмонеллез батулизм да они все тоже вызывают и это очень частые заболевания болезни полости рта всевозможные карии систематиты это венерические заболевания мы смотрим там такое заболевание как менингит безусловно тоже не опасно для жизни что называется и вот весь комплекс этих древних и современных патогенов он помогает нам не только разобраться в том как происходит эволюция самого патогена да вот достаточно короткий срок за три года мы видим бешеную эволюцию коронавируса тот же вирус гриппа который был известен вы знаете тоже испанка да ну 100 лет назад да и с одной стороны по своим характеристикам это не менее тяжелое заболевание грипп чем тот же коронавирус но мы останавливаем развитие эпидемии всеми доступными нам способами вот это вот наше знание древних и современных микроорганизмов с одной стороны но помогает нам понять как бороться с этими заболеваниями а с другой стороны поскольку найденные у древних человеческих останков свидетельства заражения определенными патогенными организмами она может нам раскрыть социально-экономическую структуру тех сообществ она по она позволяет лучше датировать эти события потому что вирусы микроорганизмы они быстрее легче набирают мутации по мутации мы можем молекулярное датирование заключается именно в оценке вот этих мутантных событий если днк человека на там раз 6 7 поколений спонтанно мутирует то микроорганизмы и вирусы гораздо быстрее чаще у них эти 6 7 поколений быстрее происходят плюс они больше рискуют подвергаясь воздействием разных токсических веществ там солнце ультрафиолета радиации и прочее да потому что они менее защищены так как это простейший организм и по ним легче датировать то есть вы можете назвать точную дату основе не точно она все равно условно она все равно условно но она отражает последовательность событий но вот еще один вопрос начинается эпидемия допустим чему и гепатита как долго она может продлиться и почему вот так как как бы появляются волны допустим вот первая чума автора чума третье между ними между ними где-то до 500 лет тысячи лет чем причина она меняется безусловно где-то вот вспыхнет как пожар пройдет и исчезает или где-то затаится ждет своего часа вот тут речь идет о наработке во первых того самого коллективного иммунитета который вы говорите то есть переболев заболеванием у нас иммунитет начинает включать охранный механизм и да то есть первое действие это те кто вышел они получают иммунитет да да ну выжили благодаря тому что переболели в кололе ослабленный вирус там но это потом да нет ну потом да но та же ветрянка раньше водили детей специально чтобы заражать то есть оспа да там эти заболевания безусловно были но человек приспосабливается к тому как с ним бороться и постепенно такое вот привыкание 2 враждебных вида начинают привыкать сосуществованию это эволюция с другой стороны происходит какая-то мутация которая делает находит другой путь заражения или другую форму проявления через другой орган или ткань она больше поражает и вот третья эпидемия чумы это бубонная чума то есть там другие уже совершенно признаки заболевать но исходное это была чума безусловно эти штаммы друг на друга не похожи которые все вызывали эпидемии чумы так или иначе вот и вы правы в оценке времени около там происходит полвека максимально когда вредные штаммы могут стать уже безвредными эволюционирует как человеческий геном так и геномы патогенов происходит приспособление людей адаптация да ну проще говоря и вместе с тем патогены тоже меняется с другой стороны вы же знаете что даже ну вот этот баланс опять микробиом если говорить человека все что мы кушаем и едим и микробы нам они помогают то есть они служат переваривать пищу значит они помогают нам противостоять тем же заболеваниям потому что они тоже борются когда хорошая бактерия но в бесчисленным если она получает преимущественно селективное размножение ну вот дрожжи допустим да если они раз размножаются в большом количестве у организма то безусловно вы получаете заболевание хотя они в малом количестве они должны быть и вот эти консорциумы микроорганизмов они должны быть то есть все в природе должно балансироваться так или иначе и происходит это как на микро уровне так и на макро уровне здесь получается такая интересная картина что человек это существо выживающее с древнейших времен до современности переживают одну эпидемию за другой даже пандемии в частности допустим как испанка как нынешний коронавирус но спасибо огромное за интересный разговор я желаю так и всем нам крепкого здоровья и болеть спасибо